В ходе своей рабочей поездки в Москву на Гайдаровский форум губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Игорем Артемьевым. Стороны обсудили взаимодействие в развитии конкуренции в регионе. По словам самого Сергея Морозова, на одном из последних совещаний по внедрению стандарта развития конкуренции Игорь Артемьев внимательно следит за теми процессами, которые происходят в области и высоко оценивает взаимодействие с региональным отделением ФАС России. В Янской области мы могли бы сделать вместе такую хорошую работу, где мы продумали бы в каждой отрасли, которую, как мы считаем, где можно вводить это с начала конкуренции или развивать, мы продумали бы, скажем, там, массажирские перевозки, детские садики частные. Поэтому вопрос, как бы, вот, где можно было бы, во-первых, часть рынка отдавать, часть рынка, чтобы они за свои деньги, сами, ну, купили автобусы и поехали на них по всем требованиям, и контракт должен быть красивый, да, там, у них у вас есть, вот, там, уже хороший контракт, но, можно сказать, там, еще более совершенно, да, чтобы они работали, как обычное регулярное сообщение пассажирское, вот, это так, куда это ничего не стоит, они на это просто зарабатывают. А людям, малоимущим, дать какую-то копеечку, а только тариф будет немножко повыше, да, ну, и так во всем. Также Сергей Морозов провел деловую встречу с президентом холдинга «Евроцементгрупп» Михаилом Скороходом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы функционирования Новоульяновского и Сенгелеевского цементных заводов и перспективы развития сотрудничества Ульяновской области с холдингом «Евроцементгрупп». Михаил Скороход отметил, что, несмотря на сегодняшнюю непростую ситуацию на предприятиях, никаких сокращений не планируется. У нас же идет перераспределение сейчас объемов на Сенгелеевский завод. Ну, это, наверное, логично, потому что он же очень современный, энергоэффективный. Мы его полностью сейчас уже, надеемся, восстановили. Там огромнейшую работу провели. В совкупности больше миллиарда рублей потратили на то, чтобы перезапустить фактический завод. Весь троустроенка, который будет происходить, он будет приходиться на Новоульяновский завод.